Тяжело, наверное, быть знаменитым. Бесконечные съемки, участие в телешоу, выступления, интервью и другие виды деятельности, благодаря которым популярные люди попадают в наше с вами информационное пространство. Возможно ли в таком графике найти свободное время, чтобы увидеться с друзьями, посвятить день близким, прочитать книгу или, например, сыграть в видеоигру? На первый взгляд может показаться, что у знаменитостей действительно очень редко появляется свободная минута, чтобы заняться чем-то своим, не связанным с основным видом деятельности. Однако они такие же простые люди, и всем простым людям тоже иногда нужно отдыхать. Некоторые знаменитости для того, чтобы расслабиться и отвлечься от огромного внимания к своей персоне, предпочитают отправиться в виртуальное пространство, а кто-то и вовсе может пропустить кастинг из-за видеоигр. В нашем сегодняшнем ролике мы посмотрим на то, в какие проекты играют популярные люди. Да и стоит сказать, что это никакой не топ. Все знаменитости перечислены в произвольном порядке. Ну и есть кое-кто, о чьих достижениях в видеоигровой индустрии вы наверняка слышали. Конечно, с кого же еще мог начаться подобный материал? Актер, известный нам по роли Геральта из сериала Netflix «Ведьмак», а также по роли Супермена из фильмов Зака Снайдера. Наверное, он самый большой любитель из всех знаменитостей проводить свое время в виртуальных мирах. Например, однажды он был настолько увлечен зачисткой подземелья в World of Warcraft, вероятно, ходил в рейд, что сперва даже не знал об успешном прохождении кастинга на роль знаменитого супергероя вселенной DC. Он не успел ответить на звонок Зака Снайдера, но после этого сам ему перезвонил и извинялся. Оправдывался он тем, что спасал чужую жизнь. Кроме того, не стоит думать, что сериальный Геральт не знаком с первоисточником. Генри Кавилл не раз говорил о том, что он обращался к произведениям Анжея Савковского, а третью часть серии игр Калеллы вовсе прошел более двух раз. Кстати, World of Warcraft это не единственная игра Blizzard, в которую играет Кавилл. С 2019 года он активно штурмует Overwatch, а его любимый персонаж это Симметра. Кстати, он отдает предпочтение ПК, а не консолям. Одна из его любимых серий это Total War. Про недавнее видео, где Супермен самостоятельно собирает игровой ПК, вы, вероятно, уже знаете. Да что там видео, интернет полон мемов про любовь Кавилла к компьютерным играм. Некоторым людям Animal Crossing New Horizons, вышедший в не самое простое время, помог справиться с наступившей пандемией. Ведь жизнь на острове успокаивает. Ну а кому-то посчастливилось лично пообщаться со знаменитым актером. Ну, не совсем лично, а в виртуальном пространстве. Кто бы мог подумать, что Фродо из кинотрилогии Властелина колец не только хороший курьер, но еще и бизнесмен. Дело в том, что в Animal Crossing самым прибыльным делом является продажа репы, поэтому всегда необходимо следить за ее ценой у себя на острове. Если цена оказывается высокой, то игроки со всего мира публикуют в интернете сообщение, в котором приглашают всех желающих на свой остров, чтобы продать репу подороже. Девушка с ником Джессика обрадовала всех пользователей тем, что репа на ее острове продается по очень высокой цене. А именно 599 диней. Она даже и не думала о том, что Элайджа Вуд попросит ее Додо Кот, чтобы посетить остров и обогатиться. К слову, стоит сказать, что он вел себя очень вежливо. Актер похвалил остров девушки и даже спросил разрешения о том, можно ли ему собрать фрукты. А в конце поездки хорошо отозвался о режиссере фильмов «Звездные войны. Последние джедаи» и «Достать ножи» Райане Джонсоне, сказав «Да здравствует Райан Джонсон». Кстати, а почем у вас сегодня репа? Может и к вам кто-то заглянет? Как вы думаете, какая игра является любимой у актера, знаменитого своими ролями в фильмах Квентина Тарантино и киновселенной Марвел? Проекты по мотивам комиксов и про супергероев? Не совсем. На самом деле, Сэмюэл Эл Джексон давний фанат видеоигр. В те времена, когда рассматриваемая нами индустрия только начинала развиваться, актер уже играл в такие видеоигры, как Pung, Space Invaders и прочие аркадные проекты. Но даже несмотря на его мнение о том, что видеоигры могут дать людям больше полезного, интересного и вынуждающегося задуматься опыта, чем кино, он все же предпочитает играть во что-то простое и расслабляющее. Как, например, спортивные симуляторы, шутеры и Grand Theft Auto. Актриса, умеющая довольно неплохо разговаривать по-русски, тоже иногда любит поиграть в видеоигры, чтобы расслабиться после тяжелого дня. Как минимум раньше она очень много времени проводила за этим занятием. В интервью она призналась, что это было временной зависимостью, ведь раньше она довольно часто пропадала в Азероте. World of Warcraft – это вообще любимая игра многих знаменитостей. Возможно, всех на нее подсадил Генри Кавилл. Кроме того, Мила Кунис немало времени провела за игрой в Call of Duty. Больше всего она предпочитает зомби-режим. Джеймсу Бонду тоже иногда нужно отдыхать. А что может быть лучше небольшой видеоигровой сессии? В одном из интервью Дэниел Крейг рассказывал о своей любви провести свободное время за той или иной игрой. Он не отдает предпочтение какому-либо одному проекту. Но любит он игры прежде всего за хороший сюжет. Однако он не прочь иногда и просто расслабиться, угоняя автомобили в играх серии Grand Theft Auto. Иногда его увлечение может перерастать в настоящую зависимость, но он старается более сдержанно относиться к своему хобби, чтобы не расстраивать жену. Тем не менее, у него это не всегда получается, хотя его очень часто спасает от бесконечного сидения за монитором его работа. Вы наверняка слышали о таком хип-хоп-артисте, как Дрейк, даже если не являетесь фанатом этого жанра. Это неудивительно, ведь многие его треки всегда занимают верхушки чартов. Ну и без мемов, конечно, не обходится, где, например, на один из его клипов наложили реверс. И получилось, что он не раздает деньги, а отбирает их. Но что же с играми? Как минимум известно, что раньше Дрейк любил играть в Fortnite. За игру он садился обычно на студии, когда творческий процесс стоял на месте. Кроме того, его совместная трансляция с популярным стримером Ninja в 2018 году даже набрала рекордное количество одновременных зрителей. Сам Дрейк говорит, что очень любит Fortnite и даже попросил Epic Games обновлять и улучшать существующие карты, а не создавать новые. Кстати, другой артист, Post Malone, автор хита Rockstar, звал Дрейка сыграть в PUBG. Так как, по мнению первого, он куда лучше, чем Fortnite. Актер, в основном известный своей ролью Доминика Торетто в серии фильмов Forsage, является очень большим поклонником видеоигр многих жанров. Экшен, шутер, RPG, стратегия, все равно. Он играет во все что угодно. Главное, чтобы игра была хорошей, тогда он наверняка будет в нее играть. Хотя иногда он не прочь зарубиться в настолку, например в Dungeons & Dragons. Обязательно ставь лайк, если бы хотел, чтобы Вин Дизель был данжен-мастером в твоей партии ДНД. Доминик Торетто настолько любит видеоигры, что даже владеет собственной игровой студией, которая в основном выступает в роли помощников при разработке той или иной игры. Ну и да, помогает она только тем проектам, в которых появляется Вин Дизель. Да, почему бы не владеть студией, которая готова делать игры про себя хорошего. В принципе, ничего плохого в этом нет. Студия даже приложила руку к такой замечательной игре, как The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Но потом что-то пошло не так, и сначала мы получили средненький Уиллмен, а в этом году вышла игра Forsage Перекрестки, которую многие уже успели назвать худшим проектом 2020-го. Ну и пока мы не ушли слишком далеко от Forsage, стоит сказать про любимые игры напарницы Торетто. В отличие от Вина Дизеля, Родригес отдает предпочтение только одному жанру, а именно жанру шутеров. Дело в том, что ее брат давно познакомил с такой игрой как Doom, после чего она стала фанатом целого жанра. Конечно, после такой игры сложно не полюбить шутеры. Жаль, что Родригес не является фанаткой ДНД. Забавно было бы посмотреть на то, как весь каст Forsage играет в эту настолку весь день. Артист, к которому многие почему-то до сих пор испытывают неприязнь, несмотря на то, что он уже вырос и сменил образ, также является фанатом видеоигр. Даже рассказывают о случае, когда он начал свой концерт позже назначенного времени. Причиной этому стала затянувшаяся партия в видеоигру. Во что именно он играл, сказать не можем, но Бибер точно является фанатом таких серий как Halo, Mario Kart и Call of Duty. Кстати, раз уж он музыкант, то и саундтреки в видеоиграх имеют для него большое значение. Самое же любимое он и вовсе добавляет в свой плейлист. Итак, мы рассказали вам далеко не обо всех знаменитостях, которые любят сыграть в видеоигры. Например, Меган Фокс не прочь выпустить пар, играя в Mortal Kombat, как собственно и Мерлин Мэнсон. Правда, последний предпочитает делать это в уединении. Робину Уильямсу настолько понравилась серия игр The Legend of Zelda, что он даже назвал свою дочь в честь главной героини принцессы. Кроме того, Уильямс играл во множество других проектов, например Half-Life, Call of Duty и World of Warcraft. Кто-то даже считает, что он был главным геймером среди знаменитостей. Некоторые из них не очень любят проводить время за видеоиграми, но тем не менее могут быть большими фанатами той или иной франшизы, как например Зак Эфрон, который является фанатом серии Halo. Ну или по крайней мере таковым был. Если подводить какие-то небольшие итоги, то в целом огромное число знаменитостей так или иначе играло в какой-либо проект и говорило об этом в интервью. Кстати, стоит отметить, что здесь мы не имеем в виду игры по типу FIFA. На самом деле очень удивительно, что практически никто не называет своими любимыми играми спортивные симуляторы, вроде UFC или NHL. Пожалуй, самыми популярными ответами являются серии Call of Duty и World of Warcraft. В первую в основном любят играть хип-хоп-артисты, такие как Eminem, Snoop Dogg, The Game и 50 Cent, про которого даже есть отдельная игра. Ну, конечно, не в серии Call of Duty. А вот поиграть в MMORPG от Blizzard любят большинство актеров. Кстати, некоторые из них, например, знакомятся с видеоиграми для работы, когда получают роль в фильме по мотивам игры. Поговаривают, что Мила Йовович стала играть в серию Resident Evil после съемок в фильме. Ну и хоть мы и рассказали сегодня в основном про западных артистов, знаменитости в наших краях тоже не прочь потратить свое время в какой-нибудь видеоигре. В основном они любят онлайн-проекты, такие как Overwatch, Counter-Strike, Fortnite и Dota 2. Как видите, несмотря на плотный график, знаменитости находят время, чтобы выпустить пар в видеоиграх. Для кого-то это самое настоящее хобби, а кто-то просто так любит отдохнуть после тяжелого дня. Возможно, именно игры некоторым не дают перегореть и сойти с ума. На сегодня у нас все. Пишите в комментариях, находили ли бы вы время, будучи знаменитостью, для того, чтобы играть в видеоигры и какой бы это был проект. Или с кем из знаменитостей вам бы самим хотелось сыграть. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, которые выходят у нас каждый день. Если же вам очень понравилось, поддерживайте наше творчество на сайте Patreon по ссылке в описании. Спасибо всем за просмотр и до скорых встреч на канале XDelayed.